Всем большущий привет и в этом видео я хочу выполнить запрос и рассказать о своем опыте работы в такой нашумевшей организации по продаже пылесосов Кирби. Думаю уже в каких только новостях их не чехвостили, в каких только обзорах ЧП не рассказывали, как разводят доверчивых людей на пылесосе стоимостью 150 тысяч. В общем, мне довелось побывать в качестве работника, посмотреть на всю ситуацию изнутри и есть о чем рассказать, поэтому я выполняю данный запрос. В общем, набирали изначально людей на неполную занятость, что меня привлекло, то есть у них рабочий день, по-моему, был 4,5 часа. Работать можно было по совместительству, то есть отучился работой, это, конечно, плюс. Набирали именно сотрудников для работы в офисе, то есть это был какой-то колл-центр. И так, когда я пришла в первый раз, зарплату обещали, несмотря на то, что занятость неполная за месяц, от средней зарплаты по городу и чуть больше. То есть первые три занятия был вводный курс, где нам просто под запись рассказывали о том, какие же пылесосы Кирби замечательные, что они сделаны из авиационного алюминия. Я помню до сих пор, что у них есть ксеноновая фара, и что пылесосы Кирби достанут всех клещей из любой поверхности, любой толщины, любой плотности, с любым наполнением. И тогда еще, когда мне это рассказывали, я, конечно, думала, что, блин, работа пойдет как по маслу. Я буквально все выучила. Нас учили, как заводить беседу. То есть задача девчонок, которых набирали, была в том, чтобы обзванивать людей по списку телефонной книги и предлагать им прийти к ним что-нибудь пропылесосить. Соответственно, приходить должны были не мы, мы именно занимались налаживанием контактов. А была отдельная группа мальчиков, которые занимались пылесосыванием. Когда наконец-таки настало, то есть все было расписано обалденно, я думала, что изначально шансы договориться о том, чтобы человек согласился прийти, чтобы к нему пришли и пропылесосили, очень велики. То есть думала, блин, на халяву пропылесосят, сделают уборку, о чем можно мечтать. Все клещи соберут, пауков, тараканов повысасывают. То есть это просто супер-пупер. Но по факту, когда настал первый рабочий день, я зашла в аудиторию. Во-первых, что там, так скажем, теперь начинается самое интересное? Перед каждым рабочим днем наступает просто какая-то сектантская оргия, не побоюсь этого слова. У всех сотрудников забивают, в какую-то комнату загонят. Все становятся в какой-то кружок, включают гимн. Вот честно, я не шучу. Включается гимн Кирби. Причем на такую мощность, когда я в своей жизни три раза в клубах была, я ни разу не слышала такую громкую музыку. То есть реально стены дрожали, и у меня глаза из орбиты буквально-таки выпрыгивали. Вот, включается гимн Кирби. И все должны под эту музыку танцевать. То есть это обязательно процедура, причем неоплачиваемая. Перед началом рабочего дня, ладно, фиг с ним, пришли, все стали, начинают танцевать под эту музыку. Танцует не кто как хочет, то есть если вы любите делать вот так вот, или вращать бедрами, это никому не надо. Есть, соответственно, какие-то заученные движения, которые составляют непосредственную часть гимна Кирби. Надо повторять исключительно их. Если же вы отказываете, значит вы не часть команды, в принципе, там работать не можете. И так, в движении там были что-то, типа там танец маленьких утян, там что-то ручки-ножки, кирби-кирби, что-то такое. Короче, в общем, жесть. Дальше, после того, как происходит танец под гимн Кирби, соответственно, с подбешенную музыку, с песнями, все должны делиться, что у них хорошего за день произошло. То есть это обязательно процедура, чтобы перед началом рабочего дня у всех девочек было хорошее настроение. Но мне кажется, хуже процедуры по поднятию настроения придумать невозможно. То есть вот этот огромный гул, вообще очень шумный, потом начинать по кругу обязательно. Если у вас даже за день было все плохо, надо было обязательно придумать, что же было хорошего. Обязательно это произнести. То есть все там, по-моему, после каждого человека все хлопали. То есть там, у меня кошка родила, ура, там следующее, я там мороженое переела, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, вот так вот все что-то должны были говорить хорошее, типа настроиться на позитивный лад и идти обзванивать людей. Но на самом деле это все были цветочки по сравнению с тем, что было дальше. Потому что когда мы пришли в коморку размером с мой хрущевский туалет, то есть это была какая-то малюсенькая-малюсенькая бетонная коробка, по периметру стояли столы, и всех девчонок, нас было человек 25, наверное, усадили вот так вот плечом к плечу, понад этими столами, и раздали такие китайские страшные, ободранные, жуткие, шипящие телефоны сотовые каждому. Далее новичкам выдавалась обычная адресная книга, где по алфавитному порядку были номера телефонов всех граждан Краснодара. Вот, и, соответственно, вот в таком положении, как селедки в бочке, с этими сотовыми телефонами, нужно было просто по порядку обзванивать все номера и предлагать им, давайте мы к вам придем и пропылесосим вам что-нибудь. Ну, естественно, это был какой-то маркетинговый текст. Я продержалась часа полтора, по-моему, да, потому что это, честно говоря, отратительная работа, когда ты звонишь, себя все посылают, и через одного посылают матом. Все, конечно, хорошее настроение, что мы там пели, ну, в принципе, его и не было, конечно, но хоть что-то такая была имитация хорошего настроения, и так все на позитиве сели, но когда ты звонишь, представьте, естественно, людям это ничего не надо, и номера уже такие, которым звонили 500 тысяч раз. Они уже, мы-то, девчонки новые, и не знаем то, что людям уже до нас звонили 100 раз, и 100 раз они, бедные, уже посылали матом этих работников Кирби. Но я-то звоню в первый раз, я не в курсе, что вам уже звонили, но, естественно, никто в этом разбираться не будет, и посылают и меня. После пятого номера весь энтузиазм пропал напрочь, и я помню, уже звонила, вяло, уже голова болела от того, что рядом сидят и гудят все, то есть все упрашивают, все, кто пытается разговор завязать, кто там что-то, кого-то тоже посылают, в общем, вот этот вот галдеж в комнате, плюс сотовые телефоны, представьте, какая там атмосфера электромагнитная, ужасная, потому что на очень маленьком пространстве их очень много. Самые дешевые какие-то подпольные, по-моему, телефоны. И, в общем, я тоже посидела там, сколько-то повыдавливала из себя разговорчиков, и под предлогом того, что мне позвонила мама, оставила телефон и сбежала. Ну, честно говоря, по-моему, за мной бежали все остальные девчонки, потому что, когда я сказала, мне звонила мама, наша главная тетка, так скажем, смотрящая, она ни капельки не удивилась, и, я так понимаю, это происходит каждый день в побеге, поэтому она уже абсолютно такая, клади телефончик, давай, пока, пускай мамы выздоравливают, возвращайся, типа, ну, естественно, она понимала, что ноги моей больше там не будет. Вот, что хочу отметить, были же девочки, которые работали достаточно долго, и даже, как нам говорили перед рабочим днём, получали, о, боже, 18 тысяч, при том, что, ну, как я уже сказала, средняя зарплата была 1012, это было года 4 назад, наверное, и 18 тысяч, это так преподносилось, прямо на каждом углу мы говорим, говорим, а, вот будете стараться, 18 получите, и причём ещё была такая система, что тот, кто зарабатывал за месяц меньше всех, он не получал зарплату, и, по-моему, даже его увольняли, то есть тоже, потому что всё было неофициально, то есть вы пришли, вас никак не оформляют, соответственно, вы никак не докажете, что вы там, в принципе, работали, и стимулирующая такая была функция, то, что, вот, если меньше всех, то применялись такие жёсткие санкции, все боялись быть, как бы, самым отставым, потому что можно было даже лишиться того, что заработали. Что касается мальчиков, которые непосредственно ходят, пылесосят, то, как потом стало известно, что мы тоже своего рода обманывали людей, предлагаем там пропылесосить диван или пылесос, фу, пылесос, ковёр, пылесосом, потому что пылесосили не целую площадь какую-то, которую мы обещали, да, и люди соглашались принять, а на самом деле пылесосили маленькую часть поверхности, для того, чтобы оставался контраст чистой поверхности с грязной. И, то есть, какой-то функции, на самом деле, это вообще практически для дома не несёт, потому что, соответственно, вам нужно самостоятельно отмывать соседнюю часть палаца, и сделать вы это можете гораздо быстрее, чем принимать людей, два часа обязательно слушать, какой же пылесос, они его там не успокоятся, пока на части не разберут, не разрекламируют, не расскажут весь текст, ну, естественно, это их работа, но взамен пропылесосят вам очень-очень небольшую часть поверхности. Поэтому, что касается, как бы я отнеслась к данной работе, как оператор, мне кажется, это ужасно. Гораздо лучше может пойти в какую-нибудь официальную контору, типа МТС, там хотя бы вы, ну, найдёте себе применение, да, посидеть в колл-центре, там реально можно владеть какими-то навыками общения, плюс изучить вообще систему тарифов, там все дела, плюс это всё официально, и я знаю, что работа сложная, но там хоть чему-то вы реально обучитесь, и вам выплатят пускай небольшую, но зарплату. Здесь же, в принципе, только нужно впаривать, впаривать и впаривать, то есть вы, кроме как состав алюминия, и какая у него там фара, и какой мощности у него там двигатель стоит, вы ничего не знаете, и, соответственно, никакой пользы для вашего будущего, в частности, как специалиста, даже в другой отрасли, абсолютно нет. Мне кажется, работа ужасна, и слушать, как тебя там матеряты посылают последними словами, может далеко не каждый, даже мужчина, не то что там девочки. Поэтому, лично моё мнение, не нужно туда ходить, даже пробовать, и работать совсем уж на такой крайний случай, когда есть нечего, и вот лишь бы, как за еду работать, вот это в кирби пойти. Вот так вот. Вот и всё, что я хотела рассказать. Надеюсь, что это полезненькое для себя извлекли, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok